Не дороги, а направления. Жители Кокпектинского района на востоке Казахстана жалуются на состояние трасс, соединяющих села с райцентром. Сейчас местные власти пытаются привести их в порядок, хотя временного ремонта хватит лишь на 2-3 месяца, признаются сами специалисты. Но другого выхода пока нет. По бывшему асфальту, о котором напоминают лишь рваные ямы, проехали и наши корреспонденты. Анна Литинбердина расскажет. Для Рашида Кайрбекова, водителя авто нашей съемочной группы, эта поездка оказалась особенно тяжелой. Не говоря о выруливании ям, еще и машину пришлось ремонтировать дважды. Вот наглядный пример, какое состояние дорог. Уже второе колесо за сегодня меняем именно в этом районе. Халилу Разбаев же ездит по этим трассам ежедневно. Сегодня выехал в гости к родным соседнее село Ольгу-Люмалши. Теперь думает, как бы добраться домой без происшествий. Проблемы очень большие, потому что вся ходовая, плохая дорога, ходовая у машины портится, яму ловишь. Это сразу же хорошую яму поймал. Надо ехать в город, делать схождения. Это не сделаешь, значит колесо уже покупать новое надо. Водитель школьного автобуса Салават Жолаев же боится не за свой транспорт, а за пассажиров. Им всего от 5 до 17 лет, не считая сопровождающего. Четыре раза в день, в две смены Салават возит детей в Улькен-Букен из сел, где нет школ. Да, асфальт обязательно нужен, конечно опасный. Качает автобус, кидает. Дети маленькие, начальные классы учатся тоже. Яма на яме, я детей вожу, за детей боюсь. Могут упасть. Местные власти же отмечают, что пока могут лишь провести минимальный ремонт. Это грядировка и профилировка трассы Улькен-Букен, Кокжаех, Люблюмаши и еще нескольких. Но это только временное их выравнивание. Данный вид ремонт проводим в рамках летнего содержания автомобильных дорог. Это примерно должно хватить на три месяца. Потом еще будет осенний профилировка данной дороги. Данная дорога соединяет семь населенных пунктов района. Интенсивное движение здесь большое. Конечно, здесь было бы хорошо положить асфальтобетонное покрытие для удобства населения. Только стоимость проекта превысит миллиард тенге. В районном бюджете таких средств нет. Поэтому и вынуждены здесь делать профилировку за 3,5 миллиона весной и за столько же осенью. На летнее содержание дорог в Копектах выделили всего 15 миллионов тенге. По области же на ремонт трасс сельской местности в этом году планируют затратить около 7 миллиардов. И на эту сумму привести в порядок почти 300 километров. Жители района надеются, что в список попадут хотя бы часть дорог и в их районе. Анна Лисенберзина, Жигир Пабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.